давно не показывала и не рассказывала про свой дом у нас же тут много чего случилось вот вы знаете вот здесь внизу жила женщина с двумя собаками и скотом трехногим помните наверное кто-то так вот она продала эту квартиру уж не знаю почему и сейчас ее купили на летнее время на холоде times вот посмотрите все закрыто внизу видите вот здесь у них консерваторе наверху моя квартира это внизу подо мной и здесь смотрится все пустынно закрыты все жалюзи на всех окнах вот здесь то есть здесь они конечно все покидали так некрасиво я поначалу вообще думала что они здесь холодильник бросили но нет не холодильник какой-то ящик так и здесь эти окна тоже закрыты то есть представляете как интересно я переживаю за свою квартиру что я ее вот тон дорого продала дешево продала а здесь просто-напросто за сто пятьдесят тысяч вот эту квартиру купили чтобы отдыхать летом но вот вот здесь вот кстати вот эти окна их консерваторе также смотрится а дальше вот там маленькая летний садик это женщина с той стороны другая живет которая сажала здесь вот эти чудесные кустики вот показываю вам вот так то есть у нее вторая половина дома но и мои окна вот здесь наверху как вы помните тоже и вообще я вы знаете что-то подумала вот так вот посчитала да моя квартира стоит максимум 120 вот эту квартиру купили за 150 моя соседка свою квартиру она у нее намного меньше рядом со мной квартира номер два она ее купила за 90 и плюс еще мишель купила свою за 140 получается вот этот огромный двухэтажный дом с большим садом сзади ну вот вы видели какая у меня большая квартира есть внизу квартиры еще больше что вот этот огромный дом можно купить меньше чем за 500 тысяч да но я вот сейчас быстро так сложить не могу ну да 500 тысяч может быть чуть меньше вот такой вот дом можно купить я вам показываю немножко внутри вот моя дверь видите еще и ног у меня остался до старого нового года рядом это была маленькая дверь моей соседки и вот лестница вниз вот такая крутая это подсобная общий коридор вот но видите какая лестница и это еще одна дверь входная это здесь живет снизу мишель с другой стороны квартира не та которую я вам показывал а с другой стороны еще вот она может выходить сюда и у нее еще выход также на улицу отдельный индивидуальный вот так четыре квартиры получается напоминаю вам так вот если посмотреть повнимательнее то видно что здесь наверное этот дом он и был просто на одного какого-то жильца потому что даже лестница вот это она не такая как в обычных знаете подъездах в обычных общих каких-то коридорах видно что это ну то есть был какой-то большой жилой дом вот я смотрю получается этот дом я посмотрела по документам 250 квадратных метров у него общая площадь не считая вот этих всех подсобных помещений получается что за 250 квадратных метров огромный двухэтажный дом в центре города райд да еще и с как я сказала с хорошим большим садом ну то есть вроде бы как и недорого но только представляете сколько здесь придется всего переоборудовать и сколько еще вложить чтобы сделать из него конфетку чтобы сделать какой-то дом для одной семьи ну и получится те же самые наверное 600 700 тысяч я не знаю на самом ли деле этот дом столько стоит и лучше его может быть использовать вот как четыре квартиры для меня теперь это тоже вопрос остается открытым что я тут как у себя преобразовала но здесь у меня преобразование очень много и будет еще много видите все еще ну в таком виде все в разбросанном ничего не могу пока точно сказать вот я вот показывала вот эти в сюжетах какой лучше камень здесь у меня я хочу поклеить обои видите над камином и мне сказали что лучше вот этот вот камень вы знаете а мне почему-то кажется что лучше вот этот красный кирпич и и теперь я даже не знаю честно говоря опять я в раздумьях в размышлениях в комнате раскардаш в комнате все уже по-другому но пока до конца не сделаю вам показывать не буду ну и еще сегодня мы с вами погуляем по центру шанклина очень красивый город посмотрим какие то вокруг магазины домики и я вам кое-что расскажу друзья чего я только на себя не надела и все равно я пришла вся мокрая и решила конечно больше я не буду в такую погоду гулять но сама это интересное то что я гуляла в двух вот таких вот защитных дождевиках и я гуляла под зонтиком и я одна была чтобы использовать зонтик это для меня тоже просто потрясает иногда вот англичане я не помню а нет мне не попала на камеру тогда я сняла только себя мне не попала на камеру именно люди которые гуляли людей гуляла не так и много как воскресенье когда я вам показывала и рассказывала мы гуляли по парку но что хочу сказать что никто кроме меня не использовал зонтик и даже молодые ребята девчонки они вообще ходили вы знаете с даже без капюшона с открытой головой вот под этим вот моросящим дождем у нас как-то принято думать что это мы такие закаленные потому что у нас морозы всегда зимы морозные холодные а вот понимаете оказалось что совсем наоборот мы кутаемся всегда когда холодный мороз они ходят раздетые буквальном смысле слова раздетые можно встретить даже зимой в декабре месяце когда 10 градусов ну плюс 10 градусов конечно но все равно прохладно и люди ходят без рукавов майки футболки и бегают многие вообще с голыми ногами каких-то сандалях или кроссовках вот это конечно очень тоже удивляет меня потрясают также осенние цветы иногда вот такие вот у людей растут вы знаете ну вы знаете что я обожаю цветы я не могу не остановиться конечно же я остановлюсь и покажу вот такой палисадник с цветами посмотрите это дубок по моему да вот таким пышным цветом цветет этот дубок что просто диву даешься конечно да потрясающе они может быть не такие насыщенные как летом но красивые все равно тем не менее останавливаю специально чтобы вам показать эту красоту вот иногда и кошатиков таких видите с ошейниками с ошейниками домашних кошаков хочется тоже мне вам показать как им тут не нравится вот эти вот такие игрушки популярные посмотрите по 25 фунтов сделаны из латуни вот такие сувениры это я вам показываю но в центре магазин сувенирный и какие тут сувениры продаются локдаун у нас карантин все магазины закрыты я гуляю в центре в центре шанклина посмотрите друзья возможно даже узнаете это самое начало old village вот этот вот памятник крест памяти в погибших в первую и вторую мировую войну и вот так пустынно выглядит это old village с закрытыми магазинами с закрытыми пабами и все закрыто сегодня один из солнечных дней выдался посмотрите как красиво ай посмотрите как красиво здесь украсили этими цветочками это маки символизирует как раз день памяти маковые венки обычно приносят и возлагают вы знаете в лондоне королева каждый год проводят церемонию возложение венков я подошла поближе чтобы вам показать но 914 18 39 45 1 2 мировая война день памяти погибшим а эти как вы видите цветочки это тоже опять какие-то рукодельницы англичанки связали ярко и красиво смотрится но не знаю надолго ли конечно сохранятся эти цветы но вообще тоже задумка хорошая пустая парковка в центре города шанклин обычно здесь всегда трудно найти место и вы знаете я слышала даже такое что сейчас в период коронавируса здесь парковки все бесплатные и даже на набережной можно бесплатно парковаться хотя я сама толком не знаю и вот мне просто мартин сказал я не в курсе поэтому я сама не проверяла не рискую я уже дважды была оштрафована за парковку не то что в неположенном месте а просто там на час была парковка на улице а я пришла в час 05 и мне там женщина которая паркин паркин вумен которая следит эти люди они вообще конечно они пробиваемые и она мне выписывала стояла уже штрафы я подбежала говорю ой 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 извините пожалуйста я немножко немножко не рассчитала вот я вот я вот подошла но она сказала ничего не знаю я уже штраф выписала повернулась воткнула мне этот штраф под дворник повернулась и ушла вот они такие с ними договориться невозможно поэтому я сейчас уже стараюсь вообще не связываться и паркуюсь где-то бесплатных просто местах где можно припарковаться на улице когда хожу по улицам много вижу вот этих вот табличек агентства по продаже недвижимости продается или уже проданы вот здесь тоже видите какой шикарный домик написано что продан замечательный небольшое бангало но очень колоритно постепенно постепенно я дошла опять до огромного собора посмотрите как красиво он смотрится здесь освещенный солнцем давайте подойдем поближе и я вам его покажу огромная церковь вообще опять сказать по правде я никогда здесь не была я много где не было оказывается не гуляла по вот таким вот интересным местам поэтому сейчас подойдем посмотрим вряд ли она открыта конечно но просто посмотрим как она выглядит хотя конечно такие огромные церкви а лучше смотреть издалека ну вот я вам поднимаю немножко камеру чтобы вы увидели я обхожу вокруг эту церковь хочу вам ее показать со всех сторон да и сама конечно же тоже посмотреть но пока иду с другой стороны показываю вам шикарные стоят дома у людей до шанклине жить конечно тоже здорово красиво как только светит солнце начинают птицы кричать петь вернее даже скажем и посмотрите не знаю видно ли вам опять напротив солнца напротив света сколько много там на крыше сидит птиц и еще обратите внимание вот на колокольнях на английских церквях редко вы встретите крест обычно просто какой-то флюгер чаще всего петушок я по крайней мере чаще всего встречала петушок на верху на церкви ну и конечно же домики домики английские они наверное все таки как-то похожи но у всех какой-то свой специфический колорит и мне всегда интересно смотреть на разных улицах все разная архитектура особенно меня привлекает палисадничка впереди вот видите рябина друзья у нас сегодня старый новый год я вы знаете свою елку наверное одна из последних буду убирать я все-таки дождалась что я не убрала ни веночек на своей двери входной ни гирлянды ни елку еще не убирала но все уже давным-давно англичане здесь поубирали я осталась практически одна и соседи на меня смотрят оторопела на то что у меня еще горит елка вечерами я ее еще и включаю ну вот отмечу старый новый год и наверное все таки я буду снимать это сказать что слишком слишком долго я уже ее здесь держу обожаю новогодние праздники у нас еще впереди крещение а вы знаете что сейчас вот эти все рождественские гадания на рождество святки я гадаю на картах таро а иногда гадаю даже по простому онлайн сейчас вам напишу называется предсказания точка ру очень интересный сайт кто не знает откройте посмотрите погадайте там классно сегодня как вы видите светит солнышко у нас хотя прохладно ну как прохладно плюс 5 когда дождь то теплее но дождь тоже противно моросит целыми днями ну а вот как только немножко прояснится то сразу где-то даже до нуля в этом году декабрь месяц у нас и начало января было очень холодно целую неделю даже держалась нулевая и минус один минус два ночью температура это странно ну вот такие друзья у меня новости на сегодня поздравляю вас всех со старым новым годом желаю как всегда вам счастья и исполнения ваших желаний а на этом я с вами прощаюсь спасибо всем кто досмотрел всего вам доброго увидимся пока пока